Мудрецы ответили так, все предначертано и есть выбор. Потому что, дело в том, что нам, живущим в ограниченном мире, многие вещи очень трудно представить себе. Действительно, которые будут происходить и происходят. В нашем ограниченном мире это что значит? В нашем ограниченном мире это что значит? Ну, он действительно наш мир ограничен. Это вход на память. Для трансляции. Получилось мне в перерыве сделать трансляцию, поэтому сейчас я запускаю. Слава Богу. Слава Богу. Есть. Аллилуйя. Приветствую всех снова, братьев, сестер и кто подключается сейчас, приветствую именем Господнем. История Восточной Церкви, но первое занятие, обзор был раннего христианства немного и о рождении Церкви рассказывал. И в самой теме истории Восточной Церкви заложен такой сюрприз определенный. Потому что на самом-то деле Церковь, она одна, она едина. Но я рассказывая о рождении Церкви и о раннем христианстве, сказал, что действительно уже в первые столетия, но было очень разнообразным христианство, разные были как бы ветви, надрели христианство. И ветви настолько различаются, что есть такие, будем так говорить, зеленеющие, есть надломленные, есть отломленные, есть засыхающие. И сегодня также. Но я верю, что Бог может, даже если и весьма сухие уже, засохшие, Бог может воскресить и исцелить, оживить, оживотворить. И вот эти слова Павлова я часто вспоминаю на молитве, молясь о Церкви, в частности о православии. Вот к чему Бог меня призвал, к труду реформаторскому, к такому православному труду. Я молюсь словами Павловыми такими. «Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Я молюсь такими словами, говорю, что, Господь, пусть спящие души проснутся. «Спящие церкви, спящие конфессии, динаминации проснутся. Пусть мертвые души оживут, воскреснут. Пусть мертвые церкви, конфессии, динаминации оживут». И даже если некоторые умерли уже, и уже мертвее мертвого, уже, как вот пророку было показано, весьма сухие кости разбросаны на поверхности поля. Даже в таком ужасном зрелище, казалось бы, есть Божий оптимизм. Бог, Он воскрешающий мертвых, оживляющий всех. И когда Господь выводил на свободу Израиля, то Он Моисею дал такие знаки, сильнейшие знаки. Посох мертвой материи стала живой змеей. И прокаженная рука, неизлечимая болезнь, лепра, за пазуху засунула, и она снова стала чистой, исцеленной. Это о чем говорит? Что Бог, Он мертвое делает живым. Неизлечимо больное, во мгновение ока Он делает здоровым. Слава Богу. Поэтому, что тогда Господь совершал чудо, что и сейчас. 3330 лет с половиной тому назад, когда Он выводил нас из Египта во времена Моисея, вот этой весной мы будем отмечать уже 3331 год. Со дня выхода, потому что мы ведем отсчет лет по традиции от сотворения мира в библейском календаре и также от нашего исхода из рабства. О сотворении мира с осени начинается календарь от создания нашего пращура Адама. И также по просьбе Бога, самого всемогущего, с полнолуния месяца Ниссан, с месяца Ниссан вообще начинаем с Пасхи. Также отсчет ведем месяцев и лет. Ведем отсчет. Поэтому, вот сейчас не месяц, допустим, он шестой, если читать, от... Сентября. Да, по-нашему от сентября, получается, от Тешеви. Вот. И он 12, если считать, от, собственно, Пасхи. Ну, вот этот год високосный у нас, поэтому два у нас месяца вот этих дополнительных. Еще дополнительный месяц еще есть. Адар. Месяц Адар, вот нынешний месяц, это месяц Пурима, божественного Пурима. Целая книга Библии посвящена этому празднику, да. Праздник Победы. Вот. Так что спасибо дедам за победу. Вот. Тогда, действительно, при Моисее, ой, при Мардыхае и при Исфире в те времена совершилась эта победа. Вот. И Холокост, который замышлялся в то время, не состоялся. Вот. И мы до сих пор это празднуем, отмечаем праздник Пурима. Слово Пур-жребий. Праздник жребия. Вот. И, конечно же, в эти месяцы у нас тоже и семинары, и служения посвящены этой тематике. Я у себя в церкви тоже рассказываю об этом. Вот. И говорю не только, конечно, о хороших уроках, не только о Пуриме и о Пуримах состоявшихся. Вот. И в жизни отдельных верующих, и в жизни целых народов, и в жизни конфессий, динаминаций, в жизни цивилизации в целом. Ну, и о Пуримах, не состоявшихся. Вот. В жизни израильского народа, еврейского народа, самый ужасный Пурим, не состоявшийся, это вот как раз анти-Пурим, как бы, будем так говорить. Это вот событие Шоа, Холокоста, Второй мировой войны. Вот. Есть свои уроки определенные. Почему? Есть некоторые тайны. Почему иногда Пурим совершается в нашу пользу, а иногда жребий попадает не в нашу пользу. Вот. Из Библии мы знаем очень хорошие и правильные уроки. Но самый главный урок, конечно, для нас, для всех, это вот смирение, покаяние, это примирение с Богом. Мы знаем, что любящим Господа и призванным по Его изволению. Если мы призваны Богом по Его изволению, да, и в Его изволение протекаем, если мы, как вот греки называли, элеотропион, соотношение нашей воли и воли Бога, тогда все во благо нам обращается. И даже если враги о нас жребе метают злой, Бог превращает это на добро. Аминь. Вот. Но если не Бог, то не дай Бог. Вот. Ну, это вся Библия об этом говорит, собственно. Ладно, дамы и господа, братья и сестры, продолжаем тему. Я остановился на... Хочу напомнить вам. 313 год. Рождение церкви было в 30-м году. И с 30-го... С 30-го года нашей эры по 313-й год. Этот период называют раннее христианство. Или римский период. Этот период... В 313-м году Миланский эдикт. Ликиния и Константина. Константин и Ликиний. Два императора. Восток и Запад. Я буду говорить больше потом о Востоке, где был Ликиний императором. Но тогда империя, она как бы формально была едина, но уже наметился некоторый такой раскол. Но эти два императора согласились подписать одно письмо, послание к своим подданным, провозглашая христианство уже одной из государственных католических религий. То есть из разряда гонимых или же терпимых религий христианство перешло... Ну, как высшая лига, как сказать, государственная религия. Теперь христианство было не просто терпимым, оно было огосударственным. Вначале государственным, потом огосударственным. Христианство превращалось со временем в часть, ну, как и другие католические религии, в часть государственной машины. Допустим, католические религии прежние, это вот культ Зевса, да, ну, как-то... Да, значит, культ императора, да, потом метроизм, вот эта религия, она хотя молодая религия, но очень прочно так укоренившаяся в то время и тоже считавшаяся государственной религией. В чем была преимущество, ну, в чем была особенность католических религий Рима? Государственных религий. Особенность была в том, что главою этих религий считался сам царь-батюшка, государь-император. Он был и, в общем-то, руководителем светским, и руководителем церковным. Он был верховным понтификом, тем языком выражаясь, главным верховным жрецом, патриархом, как бы, этих религий. Поэтому все эти религии католические, прежние, да, которые знал Рим, они были ярко выражены цезарепопийскими. Цезарепопийскими. Цезарепопизм, этот термин, сейчас он известен в разных учебниках, встречаем его, да, в книгах. Цезарепопизм. По экклезиологии я говорил об этом тоже, кстати. Цезарепопизм. Помните, да? Цезарь и папос. Из двух слов состоящее слово. Цезарепопизм. Буквально, это система взаимоотношений религии и политики, да, церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Цезарепопизм. Это определение цезарепопизма. Самое простое. Есть разные сложные определения. Заумные. Нет, я вот простое такое определение даю. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Вот эта система управления, она была в этих религиях. Значит, и с 1313 года, не сразу, конечно, но постепенно, поэтапно, эта система взаимоотношений, она перекладывалась и на христианство. Вопрос сразу, интересный вопрос. Все ли христиане легализовались при Константине или Кине? Нет. Историки спорят по этому поводу. Одни говорят, большая часть христиан легализовалась, меньшевики как бы большевики легализовались, меньшевики как бы остались среди терпимых религий. То есть, те христиане, те церкви, союзы церковные, которые официально не зарегистрировались, не легализовались в этих союзах, они оставались по-прежнему в разряде, хотя христианской церкви, но в разряде не католической, а в разряде терпимых религий. Вот. Таких союзов было много, особенно в Африке очень много. Вот. И хотя исторических, доподлинно, сведений очень мало, ничтожно. Поэтому большой простор для споров историков. Одни говорят, меньшевики остались христиане в меньшинстве, те, которые стали такими неофициальными христианами остались. Другие говорят, нет, большая часть христиан все-таки не легализовалась, а меньшая часть легализовалась. Ну, как бы спорят до сих пор. Дело в том, что даже церковные соборы, конференции, пастырские конференции, проще говоря, чтобы было понятнее вам, да? Пастырские конференции того времени, соборы, такие собрания священнослужителей, официальной легальной церкви, государственной, католической, собирались сотни, ну, две сотни, три сотни, допустим, служителей, епископов, пресс-фитеров, дьяконов, учителей. В основном. Те сведения, которые сохранились, совершенно очень скупые, но сохранились, о конференциях, похожих конференциях, вот этой, другой христианской церкви, будем так говорить, неофициальной, там собирались тысячи и больше, тысячами собирались пастыри, служители, епископы, богословы. То есть, это говорит о том, что таких церквей было больше. Правда, по численности эти церкви могли быть не такими большими, значит, потому что пресс-фитеры могли иметь совершенно небольшое паству, в отличие от официальной государственной церкви, где порой все жители какого-то поселка, села записывались, значит, чуть ли не автоматически в прихожане этого прихода, этой церкви. Поэтому численно, возможно, по количеству прихожан легализовавшееся христианство было больше, но по количеству служителей, участвовавших в конференциях, вот таких соборах, неофициальное христианство было более представлено широко. Да, интересно. И в 325 году проходил первый собор, ну, его так называют исторически, первый католический собор христианской церкви, вселенский, мы называем его католический. Первый католический собор, то есть, о чем это говорит, что с 313 по 325 годы проходила, во-первых, легализация церквей, часть христианства, как бы, понимаете ли, как-то стало разделяться на официальное и неофициальное. Ну, это похоже, как было, допустим, во времена Советского Союза, да, было регистрировано братство, допустим, баптистское, да, вот, было нерегистрированное. Вот я бывал, допустим, в собраниях баптистов нерегистрированных, крючковцы, так называемые, посещал, там был некто Крючков, такой брат, один из служителей, сидевший за Христа много раз, и такой евангелист, в общем-то, во всесоюзном розыске был, ну, легендарный такой был, знаете ли, баптистский проповедник в Советском Союзе, и вот, как бы, и вот, те, часть баптистского пробуждения, 20-х, 30-х, 40-х, вот, 50-х годов, они, эти баптисты, не вышедшие на официальную регистрацию, потому что, КГБ требовало от тех баптистских церквей, которые выходят в официальную регистрацию, контроля, контроля, притом тотального, начиная от текстов проповедей, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, включая посещение, допустим, детьми богослужений, или, и много других вопросов, контроль финансовый, контроль, ну, было все, вплоть до того, что епископы старшие были напрямую поставляемы в баптистском братстве официальном, в СССР, КГБ СССР, то есть, они были, некоторые нештатные, некоторые были штатные сотрудники КГБ, вот, доходило до того, что некоторые братья были не просто завербованы, а имплантированы КГБ специально туда, значит, в систему и поставлены на ключевые позиции, то есть, это очень такое, примерно то же самое было в песятническом братстве, примерно то же самое было в адвентистском братстве, так или иначе, но все протестанты об этом, ну, знают исторически, значит, и, кстати, почему вот в Америке, допустим, очень много пастырей, чекистов, баптистов, песятников, харизматов, некоторых, ну, меньше степени, о них известных, харизматах и завербованных, но чаще всего мы говорим о баптистах, песятниках, адвентистах, вот, значит, когда началась волна эмиграции, то в конце 80-х годов, значит, одно из условий выезда в свободный мир, было согласие продолжить сбор разведданных, и работу на КГБ на территории Кап-страм, вот, об этом есть много даже документальных, теперь уже свидетельств, вот, покаявшихся служителей, которые покаялись в этом, вот, под присягой признали все это, даже и бывших вербовщиков, и завербованных пастырей, но в православии эта ситуация достигла своего апогея, если в протестантском мире это было так 50 на 50, то православие фактически полностью, вот я, допустим, застал очень мало это время, вот, но в 87-88 годы в семинарию, я хотел учиться на стационаре, я хотел учиться там, в Москве, но был вынужден учиться таким образом, что два класса сдавал экстерном, два класса потом завоечный учился, почему? Не потому, что я не хотел, я хотел как раз учиться стационарно, но для тех, кто учился стационарно, требовалось, ну, поступать, как в военном училище, допустим, ты, если хотел стать офицером советским, да, ты просто обязан был, веришь, не веришь, но ты должен быть в КПСС, член партии, все, обязательно, там как бы даже не спрашивают тебя, пишешь заявление в училище военное, да, тут же, вот, значит, и здесь то же самое, если хочешь учиться в семинарии, тогда на весь союз было три православных семинария у нас, Одесса, Ленинград, Москва, значит, про Одессу я мало знаю, почти ничего не знаю, но Ленинград, Москву я очень хорошо знаю в 80-е годы, в конце 80-х, там было так, там ректор, он же полковник КГБ, особист, он же особист, ну нет, при том на полном серьезе, вот, как бы, значит, и он требует в нескольких экземпляров тут же заявление, все, ты не просто осведомитель, ты уже, ну, сотрудник уже, вот, и даже к концу семинария некоторые получали уже звания, звездочки свои, погоны КГБ, вот, особисты были те же самые уже, вот, значит, и единственный вариант был в Советском Союзе учиться, не замарав себя в этой дьявольской системе, это учиться вот таким образом, как Александрами не учился, учиться вот таким образом, заочно, вот, заушно, вот, но, для таких священнослужителей, конечно, карьера не светила, если ты в КГБ не входил, то тебе никакой карьеры не было, фактически, ты, значит, был просто где-то сельским, обычно священником где-то, и тебя пинали с прихода на приход, и, в общем-то, был в черном списке всегда, белой вороной, вот, и я, в общем-то, избрал такой путь тогда, вот, думаю, буду простым сельским священником, я понимал, карьеры никакой не сделаю, вот, в КГБ я не хочу, потому что я сам из семьи чекистов, потомственных, вот, значит, я знаю эту систему немного с детства изнутри, чуть-чуть, моя бабушка, дедушка, ветерана ЧК, НКВД, вот, я из семи потомственных чекистов, вот, и, понимаете ли, ой, даже прабабушка, прадедушка моей с отцовской линией, они были революционерами, еще до революции, в 18-19 веке, получается, вот, и, понимаете ли, я не хотел мараться в эту систему, входить, поэтому я избрал такой путь, но, изучая историю христианства, я удивился, что, вот, еще с Константиновых времен была заложена вот такая система, заложена такая, интересная очень система, я стал понимать такую вещь, в Писании, допустим, об Израиле, да, в Ветхом Завете, в Новом Завете о церкви, в принципе, одни и те же, ну, чуть небольшая разница есть, сравнение, и вот, Израиль, когда сохранял верность Богу, да, то, он назывался женой, возлюбленной, единственной, назывался именно женой Бога, самого, но, когда Израиль начинал, не забывая, конечно, о Господе, Боге, Авраама, начинал молиться иным богам, начинал грешить, идолопоклонство, политиканство и прочее, вот, тот же самый Цезарь Папизм, только в другой чуть, редакции, знал Израиль и в те годы, в те столетия прошлые, но, в этот момент, что происходило, пророки, те же самые пророки, приходили и говорили, и сравнивали Израиль с блудницей, с неверной женой, прелюбодейцей, и каждый раз призывали народ к покаянию, призывали вернуться в изначальное состояние, вот, и то же самое сравнение в Новом Завете мы видим, церковь сравнивается с одной стороны с невестой, с другой стороны с великой блудницей, вот, и апостол Павел интересно, красиво сказал так, что совокупляющаяся с блудницей, есть одна плоть с блудницей, а в соединяющейся с Господом, есть один дух с Господом, вот, и здесь действительно, вот, здесь надо, каждому выбор делать в жизни вообще, с кем ты, как ты, кто твой Господь, вот, Иисус, или что-то другое, Мамона, или что-то еще, выбор делаем мы это часто, в жизни, и вот, значит, и в то время, к сожалению, вот эта легализовавшаяся часть, вот, христианства, к 325 году, она созрела для того, чтобы войти в Цезаря Попийская, вот эту вот, ловушку, Мицраим, опять-таки, это еще, Египет, в еврейском языке еще означает, как бы, западню и ловушку, западня, понимаете, вот, врага, западня, ловушка, силки врага, знаете, как вот, пример такой, Аврааму, да, и Исааку, Якобу, Бог говорил не ходить в Египет, есть совершенно воля Бога, она была, она обычно открывается сразу, совершенно воля Бога, а есть такая воля Бога, как вот ее называют, попустительной, что ли, да, воли Бога, как, допустим, Валаам, тот самый, да, Валаам, он вопросил, и Бог сразу ему все карты открыл, Бог показал ему, что не ходи, нет, и он объявил это, он, как бы, за что купил, за то продал, он честно поступил в этом плане, но, когда пришли там товарищи, и стали еще лучше уговаривать, знаете, немытьем-то, катанем, и как бы, вот тебе чек, сумму-то сам напишешь, как бы, в общем-то, как бы, и у него руки задоржали у старика, я говорю, постойте, я еще раз помолюсь, попрошу, может Господь что-то изменит, решит, ну, это же такое благословение, слушайте, ну, это совершенно другая история, вот, и Бог говорит, иди, ну, правда, будешь говорить то, что я расскажу, вот, спасибо Господь, я пошел, поехал, на ослице, и тут же непонятная вот история, да, казалось бы, ангел с мечом должен был поразить, почему, потому что это не было совершенной волей Бога, и ангел Господь не должен был поразить этого человека, благо ослица, она спасла его, даже по-человечески стал говорить, вот так вот, милость Божья, да, 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 но, знаете, друзья, вот, есть совершенно воля Бога, есть попустительная, поэтому, когда Бог что-то открывает, очень опасно потом упрашивать, он подается уговорам, и при том, довольно бывает легко, подается уговорам нашим, и говорит, хорошо, делай, но, как правило, ангел выходит навстречу, и что-то еще происходит, поэтому лучше знать совершенно воле Бога, совершенно волей Бога для наших отцов было не ходить в Египет, оставаться в этой земле, изначально еще Аврааму было сказано, и это было так, но затем, якобы было сказано Израилю, иди, но это не было совершенно волей Бога, и придя в Египет, да, Иосиф, да, я историю эту очень люблю, перечитываю, я восхищаюсь, да, знаю про образ Машиаха, самого Христа, прекрасно, но, я понимаю, перечитывая эту историю, знаете ли, все равно привкус есть, вот этой какой-то горечи, потому что это не была совершенно воля Бога, там, даже получить это благословение, даже через премьер-министра страны, даже на хороших землях, в мышеловке сыр очень хорошо выглядит всегда, но однажды Египет, он захлопывается, ловушка срабатывает, поэтому один из уроков Пасхи, о котором мало говорится, к сожалению, но очень важный урок на самом деле, это не как выйти из рабства, а как не попасть в рабство, но это, к сожалению, очень мало какая душа способна воспринять, к сожалению, урок это, да. И они же и зашли как раз на Пасх в Египет. Да, 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 по сути, да, в это время как раз, да, и исход, это не только урок нашего выхода буквального, выхода из рабства, это урок не попадаться, не подвергаться игу рабства, не подвергаться этому игу, вот, как, и главнейший урок держаться первого откровения, держаться первого, того, что Бог сказал, совершенной волей Бога держаться, тогда ты не попадешь в рабство, в ловушку, если потом уже путем многих молитв, ты что-то вымолил там и принял от кого-то еще, что-то еще, ну, большая вероятность, что это будет ловушка, ловушка врага, вот, даже если это от Бога было, будь осторожен, есть совершенная воля Бога, держись в совершенной воле Бога всегда, вот, я для себя говорю, я это говорю, ну, я сам попадался, к сожалению, не раз, на такие ловушки, вот, и сейчас уже, как бы, уже порой, обжегшись на молоке, своем, на чужую воду дую, порой, братьям говорю, будьте внимательны, осторожны, пожалуйста, не суйтесь в воду, не зная броду, вот, ну, ладно, вот, к сожалению, церковь христианская стала исполнять самые плохие, вот эти вот, пророчества Иисуса о царстве своем, проспали спящие, вот эти вот, бодрствования, которые должны бодрствовать, пришел враг, стал сеять свои злые семена, история первого католического собора, первого вселенского собора, с одной стороны, было много и неплохого, хорошего, вот, об этом в учебниках пишут, я не буду об этом пересказывать, вот, были, вот символ веры, допустим, это знамято, верою, во единого Бога, со всемогущего, творца небо, земли, то, что мы поем на литургиях, каждый раз это и исповедуют, и протестанты, и это, в принципе, она не была верой выдумана, они задекларировали то, во что верили, ну, большинство христиан верили, вот, это хорошо, это были хорошие моменты, но плохих, честно говоря, моментов в 325 году было больше, плохих, и император Константин, он вел себя, как вот, ну, тиран, кстати, вот в перерыве, брат, вы сказали, что, значит, а вас зовут? Юрий. Юрий. Брат Юрий сказал, что, значит, вот, он сказал мнение, которое, в принципе, у большинства христиан, оно больше или меньше, есть информация такая, что Константин, якобы, он себя объявил христианином, на самом деле, этого не было, исторически, я специально исследовал эту тему, очень долго, в разных источниках, таких серьезных работах, официально, он до самой смерти своей, так и не объявил себя христианином, официально, вот в чем дело, мама его объявляла, Елена, да, объявляла, сам сын Константин, не объявлял, больше того, он оттягивал момент, он, он говорит, он как бы и соглашался, и не соглашался, говорил, я приму христианство, я приму, я приму, откладывал в долгий ящик, но потом, сославшись, сославался часто на то, что вот как мама, она в Израиле побывала, на Святой Земле, вот я тоже побываю там, и там на Иордане, вот крещусь, мол, туда-сюда, но в принципе, это было все лишь отговорками, он тяжело болел, значит, и за три дня до смерти, вот он пришел в себя, в очередной раз, он приходил время от времени в себя, потом снова впадал в небытие, его лечили, но он буквально разлагался заживо, значит, тяжело очень болел, вот, значит, и за три дня до смерти, он пришел уже последний раз, как мы знаем, в себя, за четыре дня, и, конечно же, придворные ожидали его последних вот этих слов, завещаний, изменений каких-то в завещаниях, понимаете ли, ну, догадывались, что уже в последний раз, или же один из последних разов, ну, вышел в последний раз, и просили его волеизъявления последних вот этих высказать, и записывали, так вот, и одно из, а при его дворце жили христианские епископы, но христианские, ну, очень своеобразные такие епископы, ариане, арианские епископы, вот, хотя на соборе, первом католическом арианство было, как бы, осуждено, но Константин, он все-таки приблизил к себе именно арианские служители, и при его дворце, жили не, по сути, ну, не православно-католические, как бы, а жили арианские епископы, так вот, и предложение в очередной раз поступило принять христианство, и представьте, его последнее волеизъявление, отказ, отказ был, вот, больше того, он распорядился принести большие жертвы Зевсу и Митре, официально, но он сам был очень в плохом состоянии, но в его присутствии, как верховного понтифика, жреца, Зевса, он был, оставался верховным понтификом, жреца и Митре до последних своих дней, при его дворце также кормились и жили жрецы этих религий, были принесены этим богам огромные жертвы, животных приносили, значит, сжигали, все как бы, ну, как бы по ритуалам этих религий католических полагалось, вот, и после, но боги не помогли ему те, и после того он впал снова в такое небытие и скончал, уже не приходил в себя, уже последние три дня не приходил в себя, вот, это из документов летописных придворных, то есть, это то, что мы знаем из действительно, действительно истории, хотя, для обывателя запущена давным-давно уже информация, я тоже, как бы, так верил, в принципе, нам в семинаре так говорили, что он стал христианином, как бы, что объявился христианином, у меня были все время сомнения, думаю, как-то, что-то вроде христианин, а как-то, он-то не по-христиански все как-то, все делал, все как-то наперекосяк, и нашим, и вашим, думаю, что такое, потом, когда стал интересоваться подробностями, я ахнул, так он и официально даже не стал христианином, и больше того, когда он умер, после его смерти, жрецы, вот те самые, которые приносили Дмитрию и Зевсу эти жертвы, официально его объявили богом Рима, очередным богом Рима, это было задокументировано тоже, есть официальный документ, он был официально объявлен очередным богом Рима, но это было в духе того времени, предыдущие императоры также после смерти попадали в пантеон богов, Константин оказался так же, кстати, из всех римских императоров он был последним, кого официально, документально зачислили вот в пантеон римских богов, кстати, да, он был завершающим богом, так получается, вот, арианские епископы, наш ответ Чемберлену, как говорится, знаете ли, они не лыком шиты, у них был обряд, который сегодня в христианстве он забыт фактически, но у мормонов он практикуется до сих пор, я бывал в Солт-Лейт-Сити, в Юте, прекрасный штат, прекрасный город, мне очень понравилось, люди, ну, знаете ли, что в отличие от других штатов, нет нигде, не то чтобы рекламу даже, нигде нельзя купить, ни выпивки, ни сигарет, то есть все, ну, как бы, такой, не то чтобы высокий закон, там не объяснили, что можно, если надо, и Джек Дэниелс, и что хочешь, можно купить, но он где-то там, без рекламы, там, надо знать где, короче, надо знать где, места, зайти туда, вот, но попасть туда непросто, надо знать, надо знать, а так штат, в принципе, и весь мормонский, мой средний сын посещает собрание мормонов, допустим, значит, да, значит, и, как бы, это одна из христианских сект, одной из ветвей христианства, у них есть свои плюсы, я изучал тоже их доктрины, раз, тем более, сын пошел туда, вот, значит, мой средний, вот, то я стал внимательно изучать их учения, нашел там много ересей, конечно, я попытаюсь, я и пытаюсь объяснять это тоже, и своему сыну, но, как бы, видимо, свой опыт должен быть у человека, определенный, как у христианина, вот, дети, когда маленькие, то там, ты за них принимаешь решение, когда они уже взрослые, они уже сами принимают решение, где будут идти, но, один из, одна из доктрин мормонских, допустим, она очень интересна, именно, то, что знали Ариане в четвертом столетии, это крещение заочное, за кого-то, после смерти, допустим, умер кто-то, да, родственник твой, далекий даже, ты можешь, значит, за него принять крещение, да, это получается, это очень в христианстве, ну, допустим, в африканском христианстве, это было знакомо, у Ариан сохранялось, также у, забыл, как назывались течения, такие, ну, еще два-три течения, африканских, христианских, знали подобную практику, но, опять-таки, бралось за основу, вот, от Павлова изречения, крестящиеся для мертвых, иначе, что же делают крестящиеся для мертвых, дело в том, что в четвертом столетии, церковь, из-за антисемитизма, оторвавшись от своих еврейских корней, понимаете, стало на путь очень скользкий, и до этого был скользкий путь, но антисемитизм, выводят верующего, или же, по местной церкви, на откровенный, на открытый гололед, просто выводят, это богословие антисемитов, всегда это как корова на льду, знаете ли, это слон в посудной лавке, потому, я говорю без всякого преувеличения, потому, потому что, во все тяжкие, то есть, у человека, получается, нет, вот этой, преемственности, нет, в хорошем смысле слова, объяснения, система толкования, понимаете ли, Библия, писанная евреями, на еврейском, и в еврейской культуре, она была, как бы, насильственно вырвана, слово Божье, перенесено на языческое сознание, вот, и, ну, безусловно, все было не так понято, ну, многое, что было не так понято, многое, и вот, конечно же, Павел упоминает, единожды, подобные им, есть упоминания, о крещении для мертвых, но, дамы и господа, и Павел, лишь констатирует то, что язычники того времени знали, он не говорит, что в христианстве подобная практика была, но в языческих религиях того времени, римской империи, некоторые языческие религии практиковали подобное, крещение, обряд погружения, вообще очищение, это не только еврейский или христианский, это в разных религиях практикуемый обряд, в разных религиях, вот, допустим, вот мой дедушка, даже вот, татарский мой дедушка, значит, по матери я татарин, по отцу еврей, вот, и так вот, так получилось, вот, знаете ли, очень разная родня, в татарской родне меня, жиденком все звали, потому что там по отцовской линии все идет, в еврейской татарчонком, я с детства был, как бы и не туда, и не сюда, вот, как бы, значит, в первом классе я принял решение, я буду русским, все, меня и те, и те уже напрягали, вот, я буду просто русским, все, как бы, и с тех пор я русский, вот, еще, интересная история жизни, такая была, дедушка татарский, дедушка мой, Гали Ахмед, он у нас всех обрезал мальчиков, и татарских, и еврейских ему приносили мальчиков, он очень ловко их обрезал, вот, славился там, вот, и он и барашков резал так, что барашки не успевали глазом рвнуть, уже вертелись там, вот, навертили, значит, и такой ловкий был дедушка очень, вот, значит, и он тоже практиковал омовение, наподобие твилы, тоже, да, омовение специально, значит, просто перед тем, как вот там курбан резали, допустим, наподобие крещения тоже что-то, полное погружение, тоже в воде, все, дедушка выходил, значит, потом резал барашка, все, мясо ели потом, вот, как бы, потому что, значит, ну, такая традиция, поэтому погружение, это не только христианское, понимаете ли, это в разных религиях практикуемое, поэтому Павел писал, скорее всего, не о том, что христиане знали, а о том, что был известен христианам из других практик, других религий, ну, ладно, это вопрос уже богословствования, так вот, но Константин, я про Константина вспомнил, что он был крещен заочно, то есть, без меня меня крестили, без меня крестили, да, он стал христианином посмертно, посмертно, и это было объявлено, именно, внимание обращаю, арианскими епископами, ни один из православных католических епископов, это не одобрял, конечно, в то время это казалось вообще, это арианские епископы, но прошли столетия, и из Константина и его мама Елена надо было создать культ святых, и поэтому то, что сделали ариане, как бы было, ну, как бы, ну, ладно, ну, одним словом, спутаны карты, возможно, это было при жизни, кто его знает, может быть, он уже страдал, может быть, его уже умирающего погрузили, в бессознательном состоянии, ну, как бы, по вере этих епископов, там, ну, короче, придумали байку, и Константина, и его маму Елену заодно, сделали святыми, и даже назвали равноапостольными, в средние века, и до сих пор, вот, как бы, официально, в святых, в календарях их имена, хотя, назвать их христианами, ну, хай бог мыло, от такого христианства, знаете, вот, которые практиковали эти люди, ну, про Елену, хотя бы, известно, что она официально признавала себя христианкой, но ее христианство было, ну, совершенно не евангельским, скажу так, совершенно не евангельским, неблагодатным, и не христианским христианством, христианством, языческим христианством, каких-то злых суеверий, она была очень, ну, страшная женщина, на самом деле, в принципе, ее сын Константин, он во многом слушался маму, и, мои, у меня подозрения, что, многие вещи, Константин делал именно, со слов мамы, вот, оставаясь, под ее властью, и, кстати, даже казнь своей жены, организовал он, он казнил свою жену, Константину, Константину, эту, Фаусту, Фауста, жена Фауста, да, казнил Фаусту, и сына своего Криспа, их общего сына, наследника престола, прямого, казнил, даже неверующие историки признают, это было под диктовку мамы, мама, потому что изначально была против брака, она не взлюбила ее, изначально, и как бы, и во дворце все это знали, и как бы, и не только во дворце, и в конце концов, мама, дело было шито белыми нитками, там было понятно, что все это подлог, но, Константин распорядился казнить свою жену и своего наследника, кстати, казнив наследника, он обрек страну потом на гражданскую войну, что и произошло, впоследствии, потому что после его смерти остались другие сыновья, которые не прямые наследники, Константин, уже второй, Констанций и Констанц, кстати, он сильно не выбирал имена своим следующим сыновьям, да, что задумываться, как сказал, да, в принципе, да, Костя, иди сюда, какой Костя, ну, любой из вас, короче, все Кости были, и эти три сына последующие, да, непрямые наследники, они друг другу после смерти папочки объявили войну гражданскую, взяли легионы, и первая в истории Рима такая затяжная, кровопролитная была гражданская война, кстати, все три императора взяли за основу, как раз вот именно вот, вот папочкины все вот эти вот деяния, по сути, они продолжали друг друга истреблять, они истребили всех своих родственников, сделали то, что не доделал Константин, потому что Константин к моменту смерти он казнил почти всех своих родственников, ближайших, опасаясь переворотов и прочее, вот, остались только дальние родственники, а его дети добили всех дальних родственников, то есть даже тех, кто «Седьмая война на киселе», говорят, вот, даже таких далеких родственников. Констанция выиграл войну эту, убив своих братьев, но у него были Жены были, любовницы, но никто не мог родить наследника. Он так умер бездетным. И род Константина был полностью искоренен и исчез с этой земли. Следующим императором после этой бойни и ужаса, который посеял Константин и его дети, был Юлиан. Но он был таким далеким роднёй, что даже его близко нельзя было назвать даже из рода Константина. Он был очень далёкой роднёй, и притом его жизнь была такая, ладно, это отдельная эпопея, просто-напросто. Он вошёл в историю как отступник. Но я не согласен с этой формулировкой. Чтобы отступить, надо куда-то вступить. А он и, по сути, не вступал никуда. Ну ладно. Так вот, первый католический собор, он заложил основу вот этих чудовищных взаимоотношений церкви-блудницы. Цезарь-папизм. Епископам, участникам того собора, были розданы шикарные царские одежды, перемены платья. Вот проходили в зал заседаний, значит, все епископы через строй воинов с обнажёнными мечами. А по этикету того времени, если мечи были не обнажены, то это значит, что, в принципе, император допускает, будем так говорить, разномыслие. Вот, значит, и даёт свободу некоторую выступающим. Но если мечи были оголены по этикету того времени, это значит, что даже если мы посвящались, то всё равно, что будет то, что я решил. То есть, это как бы означало, что изначально мы пришли на собор, но решение уже принято. Вам надо лишь побыть здесь, как бы придать католичность, легитимность тому, что я уже решил уже. Ну, это этикет того времени. Вот, и больше того, на собор из всех легализовавшихся епископов того времени были призваны не все. Приглашены были те, кто прогнулся под власть. Те, кто принял подачки Константина перед собором. А подачки были в виде земель, рабов, домов, зданий, которые он забрал у репрессированной знати, у оппозиции, которую он там искоренил очень жёстко. Вот, значит, и, по сути, те епископы, которые крючок проглотили, этот с наживкой мамоны, стали землевладельцами, домовладельцами, рабовладельцами. Вот именно их и пригласил. Те, кто отказывались, вежливо, но отказывались от этих подачек, их не приглашали. То есть, получается, изначально были люди, ну, купленные во многом. Ну, а дальше всё было ещё больше. Дальше больше. Я не говорю, что все были негодные люди там на соборе. Но, к сожалению, сама атмосфера была именно вот такая, цезарь-поппийская. Поэтому, если говорить плюс или минус, то больше всё-таки минус был Первый собор. Хотя были и моменты положительные, но в целом отрицательный момент в истории. Это 325 год. Дальше было ещё хуже. 381 год. Это уже второй католический собор. Уже и Юлиан сошёл в могилу, и другие императоры. Такие однолетки. Разные были правители. Но, ко времени, здесь был Константин Великий, в истории призван, прозван он Великим. А здесь был Феодосий, Феодосий Великий, император. Обращаю ваше внимание, что эти оба собора проходили на Востоке. Вообще история Восточной Церкви, она уникальна. Дело в том, что западная церковь, она больше, безусловно, и сейчас, католическая церковь больше. Она влиятельней. Но формировалась вот такая система именно на Востоке. То есть формировалась. Сам Константин, кстати, понимал, что на Западе каши не сваришь. Такой, какой он хотел заварить. Он понимал, что в Старом Риме бесполезно ему всё перестраивать под себя. Потому что Рим ещё не таких обламывал правителей, каким был Константин. Он понимал прекрасно, он не был глупым человеком. Он понимал, что ему нужна новая столица. Совершенно новая столица, новая элита. И это будет новый город. Он заложил Константинополь. Нынешний Стамбул. Нынешний Стамбул, да. Царьград. И именно там был небольшой городишко, провинциальной дачи, императорские дворцы. Никея, город Никея. В Турции происходили вот эти мероприятия. И вот, значит, Греция, Турция, на Востоке, одним словом. И вот в Никее проходил первый собор вселенский. Именно в резиденции императора. Именно в его вот этих опрочевальных, всё там и прочие были епископы. Он их приласкал, он их одарил, он их обогатил, озолотил. Но, знаете ли, они должны были петь под его дудку же. То есть зарождалась система цезарепопийская такая, страшная. Между этими соборами были, я говорил, разные императоры. Но между этими соборами родилась одна фраза. Был такой император, он мало правил, там, пару лет всего. И авиан его звали. И авиан. И авиан, император, он был, ну, салтофон военный, ну, хунта создавалась такая. То есть он пришёл к власти, как вот такой один из генералов. Как бы, и, в общем-то, он думал на мечах, там, править. Но долго он не правил, нашлись ещё более хитрые и умные, его сместили. Так вот, значит, ну, император и авиан известен тем, что он Константинову модель довёл до безумия вообще. Он собрал епископов. Это не было, как бы, ну, он думал, это собор. Но историки посчитали это очень пошлым, назвать его соборище собором. Как бы, настолько было всё ужасно. Только вдумайтесь, друзья. Он собрал епископов, вышел. Он был, по сути, главным и почти единственным спикером этого собора. Представляете? Генерал-солдат, солдафон, который в богословии, ну, не в зуб ногой. И, как бы, то, что он декларировал, это было куру на смех. Но самое интересное, все епископы голосовали за. Кнопки нажимали все за. Потому что против никого не было, дураков не было. Потому что там, он человек был такой, что либо ты с нами, либо всё. Значит, и он заявил следующее епископам. Фраза, это стало крылатой после него. То, что мне угодно, это и есть канон церкви. Эта фраза, она сразила на повал. Вот, самое интересное, Иовиан, когда умер, значит, да, значит, о нём мало вспоминают, только на уроках по истории. Но фраза стала крылатой. Её повторяли многие тираны после него. И вот Феодосий Великий на Втором Соборе ту же самую фразу того, салдафона, он провозгласил официально тоже. То, что мне угодно, это и есть канон церкви. Больше того, главой церкви является его императорское величество. Эти фразы звучали с самой высокой кафедры. И ни одного голоса против. Все одобрям. Только вдумайтесь, друзья. Это Вселенский Собор. Я, если буду говорить сейчас ещё некоторые вещи, то у вас уши так вот трубочкой собьются. Но я вот назвал самые основные моменты. Самые основные. Вот. И Феодосий Великий провозгласил то, что он, как император, является главою церкви. Можно вопрос? Да. А вот 1935 год, это же получается Никейский Собор. Там уже было Никейское исправедание веры. А Никейское и Константинопольское. Это в столице было уже Второй Собор. Но если вы говорите, что всем рулил император, неужели это он? Нет, нет, нет. На Первом Соборе Константин, он фактически не выступал. На Первом Соборе было не так. Он лишь выслушивал, он лишь давал комментарии. Но, значит, как считается, его мнение, то есть то мнение, которое он одобрил, оно стало общепринятым. Хотя оппозицию он поддерживал тоже и финансами, и ариане у него кормились именно, да. А в 1935 году было изменение даты Пасхи или Песхи? Перед тем. Чуть-чуть и раньше. Накануне, потому что, значит, Константин тоже был автором этой идеи. Ну, не автором, но соавтором. И принята антисемитская доктрина, и осуждена арианская ель, да? Да. Кстати, ну, антисемитами были как и ариане, так и те, и другие. Но Константин, он, по сути, был антисемитом очень жестким. Недаром Геббельс, вот, министр пропаганды Третьего Рейха, ссылался именно как раз вот на опыт, значит, вот тот как раз опыт. Вот. И даже известные фразы есть Гитлера, говорят это в предисловии, майнкап, говорят, некоторые пишут, это было и в другом месте опубликовано им, я не знаю. Но я не изучал так детально материалы Третьего Рейха, но известная фраза такая Гитлера была, процитирована не раз уже в разных учебниках, я встречал ее в разных источниках, что по отношению к евреям я не делаю ничего из того, чего бы не делало историческое христианство на протяжении последних полутора тысяч лет. И он вел тоже как раз вот с тех времен, как бы, отсчет именно антисемитской истории. Он считал, что Третий Рейх лишь продолжает то, что делал Константин и товарищи его, и дальше. То есть он считал себя поэтому христианином, понятно, значит, там, и католиком, каким он и был, в общем-то, изначально-то, как бы. Вот, кстати, Адольф-то, он вырос, родился в католической семье, вот, и его родители, ему было три года всего лишь, отдали его в церковную такую школу, при монастыре очень жесткую довольно-таки, как будущего священника воспитывали в католической церкви. Но, правда, уже повзрослев, он уже принял решение другое, значит, другой карьеры, но, как бы, его взрастили. Первый антисемитский опыт, мистический опыт и антисемитский опыт был у него как раз именно в стенах монастыря, в той школе, еще в самом нежном юном возрасте, где его игрушками были не какие-то там деревянные игрушки или какие-то еще, а были четкие и поклонные и прочее-прочее. То есть, он был лишен детства, отцовской и материнской любви, по сути, с трех лет начиная, он видел только лишь людей в рясах и, как бы, и жил там, при той обители, понимаете ли. И историческое христианство, христианство, без Христа в центре внимания, она рождает чудовищ. И вот Гитлер это одно из чудовищ, которое родило историческое христианство, считаю. Вот, тоже самое история Сталина была, нашего тирана, примерно похожая история, значит, кстати, она очень похожа даже. Значит, я был в Горе, в родном его городке, в музее Сталина был, и экскурсовод, там никого сейчас почти по сути и нет, очень мало кто заезжает туда в этот музей, музей огромный, еще советский во времени, вот, но я побывал, вот, экскурсовод, мы с ним, с ней, вернее, много беседовали как раз, я задавал разные вопросы, тем более никого больше не было, я, как бы, пользуясь случаем, как в украинском, запытал. Вот, да, я буквально запытал, реально замучил вопросами. Вот, значит, да, и, значит, и да, на самом деле, вот, она подтверждила полностью, да, что исторически так оно и было. Значит, так же, как и мама Адольфа, мама Иосифа, она, когда еще не знала, мальчик или девочка родится, и так же она приняла такое же решение, если будет мальчик, то будет священником. Ну, правда, не католической, а православной церкви, но, в принципе, то же самое. И то же самое его, правда, в пять лет отдали в школу церковную, значит, там, в Горе, закончив церковную школу в Горе, как будущий священник, он пошел в семинарию, уже в Тифлисе, нынешнем Тбилиси, закончил семинарию. Значит, некоторые считают, не закончил, закончил, я даже видел официально аттестат, значит, и, как бы, оценки, все, он закончил семинарию. Вот, значит, в академию не пошел, по идейным соображениям, потому что уже на последнем курсе семинария, классе, он связался с марксистами, связался с террористами, вот, и прочими негодными людьми. И потом за драку с полицейским он попал, как бы, значит, первый раз под арест, а потом пошло-поехало его, началась такая история. То есть, и Адольф, и Иосиф, если бы чуть-чуть немного по-другому пошла, какие-то мелочи жизни другие были бы, ну, как бы, не та бы драка с полицейским, была бы академия духовная, значит, да, а он уже был зачислен, ну, из-за драки он выбыл и обиделся, ушел там в этот кружок, а так был бы батюшка-отец Иосиф на приходе, кадил бы, кадилом бы, значит, да, а тот был бы, если бы матери и отца был бы послушным, как бы, дальше, детем, то был бы, значит, батюшка-ксенцем, отец-ксенц. А может, они бы встретились с Богом просто? Как вы говорите, что не было Христа-то. Дело в том, что встреча с Богом это совсем разные вещи и религия, как правило, религия и Бог это очень разные вещи, вот, поэтому, как бы, здесь ни о какой встрече с Богом не может быть речи. Хотя, у меня есть свои мнения по этому поводу, я изучал тоже историю Сталина, историю Гитлера не так сильно, но больше историю Сталина, вот, тем более, моя бабушка была очень такая убежденная сталинистка такая была, вот, вот, гордились нашей семье, что из рук Сталина получили награду и дедушка, и бабушка, вот, как ветераны, значит, НКВД, тогда еще, вот, они в 30-е, 40-е сделали карьеру свою, вот, и, знаете, я изучал эту историю, и все-таки тот момент, когда его парализовало, да, когда он не мог уже принимать решений, я, не знаю, считаю, что это была милость Бога по отношению к его душе, возможно, этот момент, когда, я просто присутствовал лично при таких ситуациях, когда человек, он парализован, он никак, абсолютно не реагирует ни на что, я молился за таких людей, и у меня было понимание, что это милость Бога, Бог порой закрывает уста, все-все закрывает, чтобы душа могла, находясь еще в теле, что-то сказать в небеса, и, возможно, что на небесах Иосифа увидим, усатого такого, это, конечно, чудно, представьте, миллионы жертв Голдомора, значит, там, да, и Ставин, и, но один из проповедников харизматических как-то говорил, что на небесах мы порой увидим тех, кого мы даже не ожидали увидеть вообще, вот, да, ладно, хорошо, это отдельная тема, она очень интересная тема такая, да, очень интересная, вот, да, и, конечно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, все, вот, и даже те, которые, вот я читал сегодня утром, как раз, притча, там, размышлял по дороге сюда еще, вот, на работу нанимались, и весь день пропахали, и они, которые вообще пришли под занавес, и одна награда была у Господа, Он действительно великий Бог, на кресте разбойник, именно разбойник, не просто, там, знаете, так налоги не заплатил, вот, именно разбой, значит, насилия, убийства, там, кто-то вдовой остался сиротой, вот, кто-то, может, до конца дней его проклинал, этого человека, а Иисус сказал, ныне же будешь со Мною в раю, представляете?